Здравствуйте, уважаемые ребята! Рада вас приветствовать! Тема сегодняшней лекции – хронические гепатиты и цирроз печени. Мы знаем, что гепатиты могут быть острыми и хроническими. И сегодня поговорим о хронических гепатитах. Мы говорим о них, когда хроническое воспалительное заболевание печени продолжается более 6 месяцев после первоначального выявления или возникновения болезни. Особенности клинической картины – тяжесть течения, выраженность, нарушение функций печени, прогноз, лечебная тактика. Во многом определяются этиологией гепатитов. По этиологии различают хронические вирусные гепатиты, БЦД, например, аутоиммунный гепатит, лекарственный гепатит, криптогенный, который не классифицируется как вирусный или аутоиммунный. Другим причинам могут отнестись первичный билиарный цирроз, первичный склерозирующий холонгит, хронический гепатит при болезни Вильсена-Конавалова, при недостаточности альфа-1-антитрепсина, алкогольный гепатит, неалкогольный, токсический гепатит. Также поражение печени может быть при гемохроматозе, как вы знаете. По течению различают мягкое, умеренное и тяжелое течение в зависимости от активности трансаминаз, в данном случае активность АЛТ. Если активность АЛТ менее 3 норм, мы говорим о мягком течении, умеренное течение, когда активность АЛТ от 3 до 10 норм, и тяжелое течение, когда выше 10 норм. По гистологической активности различают отсутствие активности, минимальную, низкую, умеренную и высокую активность. Все эти показатели зависят от перепортальных мастовидных некрозов, внутридольковой дегенерации и очаговых некрозов, от выраженности портального воспаления и выраженности фиброзирования вплоть до цирроза печени. Гистологически различают стадии хронического гепатита, конечно, наиболее распространенная гистологическая классификация по метавир, от F0 отсутствия фиброза до F4 полностью сформировавшегося цирроза печени. В основе патогенеза, конечно, лежит действие этиологических факторов, о которых мы перечислили, что в конечном итоге приводит к деструкции, изменению некрозу гепатоцитов, гистолимфоцитарной инфильтрации, фиброзированию портальных трактов, некрозу эпители желчных хатов и, в конечном итоге, конечно, к фиброзированию и циррозированию печени. Патогенез, то есть механизм развития гепатитов, зависит, конечно, от этиологии. Например, при вирусных гепатитах в основе механизма поражения лежит цитолиз гепатоцитов с активностью текеллеров, то есть чрезмерная активность текеллеров, также прямой цитотоксический эффект вируса, провоцирующий в некотором случае иммунный цитолиз, является основным ведущим механизмом поражения печени. При аутоиммунных гепатитах это, конечно, аутоантитело, зависимая цитотоксичность. Например, при лекарственном и алкогольном поражении, если при алкогольном поражении это будет усиление перекисного окисления липидов, то при лекарственном поражении на первый план выступает блокада ферментов, участвующих в детоксикационной функции печени, например, цитохрома П-450, а также микросомальные ферменты. При болезни Вильсена-Конавалова, гемохроматозах, в первую очередь это будет усиление перекисного окисления липидов и активация фиброгенеза. Ну давайте разберем гепатиты и начнем с вирусных гепатитов. Вирусного гепатита В. Очень распространенное заболевание. 240 миллионов человек инфицированы вирусом гепатита В. Приблизительно 780 тысяч человек умирает ежегодно от инфекции гепатита В. Является серьезным фактором профессионального риска для медработников. И нужно отметить, что это заболевание можно предотвратить с помощью имеющейся в настоящее время безопасной и эффективной вакцины. Если мы посмотрим структуру этого вируса, то геном вируса гепатита представляет собой одну двуцепоточечную кольцевидную ДНК. Одна из цепей плюс цепь короче другой. Наружная липопротеидная оболочка содержит поверхностный антиген, или мы его называем HBS, австралийский антиген. В сердцевине вируса имеется HB-кор антиген и HB-е антиген, который отражает репликацию вируса. Гепатит С во всем мире страдает от 130 до 150 миллионов человек. У значительной части лица развивается цирроз или рак печени. Это самый лидер, лидирующий вирус, который приводит к гепатоцеллюлярной карциномии. Ежегодно умирает примерно 700 тысяч человек. И с помощью противовирусных препаратов можно излечивать примерно 90% людей с инфекцией. Если мы вернемся к структуре, то вирус гепатита С представлен большим количеством структурных и неструктурных белков. К каждому из белков вируса гепатита С в организме вырабатывается антитела, иммуноглобулины М и Г, и вирус быстро меняет антигенную структуру. С этим связано то, что у нас отсутствует в настоящее время вакцина. Основной путь заражения парентеральный, что у гепатита С и гепатита В. Источниками инфекции могут быть больные острыми хроническими формами. Механизм хронизации вирусного гепатита связан с способностью вируса мутировать и ускользать от влияния иммунной системы. Сирологическим маркером гепатитов мы выделяем фазу репликации интеграции. В фазу репликации, например, вирусного гепатита В, то будут положительные HbE антиген, HbV ДНК, ДНК полимераза и антитела класса иммуноглобулина М к корр антигену. В фазе интеграции – это HbS антиген, главный маркер хронизации при наличии более 6 месяцев. Это антитела к корр антигену и HbE антиген. К фазе репликации вирусного гепатита С – это РНК вирус, HbS, HCV, РНК, антитела иммуноглобулина М к HCV и иммуноглобулина G. То же самое мы фазу репликации находим для вирусного гепатита D. Но вы должны понимать, что вирусный гепатит D, вообще вирус D – это неполноценный вирус, он находится только при наличии больного гепатита B. Другим формам гепатитов относятся лекарственные гепатиты, которые развиваются у людей, длительно принимающих гепатотоксические лекарственные препараты. Вот, например, к категории A или A относятся целый список лекарственных препаратов. Вот из этого списка выявлено, что у 81% людей, если они принимают один препарат, то в 100% случаев развиваются лекарственные индуцированные поражения печени, а у 98% более одного случая с летальным исходом. Алкогольный гепатит – это отдельная когорта, выявляет три типа алкогольных поражений печени – это жировая дистрофия печени, острый хронический гепатит и цирроз печени. То есть такое же алкогольное поражение, и так же, как и неалкогольный стеток гепатит, имеет жировую дистрофию, затем развитие гепатита и циррозирование. В патогенезе накапливающийся ацетальдогид является прямым печеночным ядом, который нарушает обмен, задерживает мочевую кислоту, снижает инактивацию стероидов, гормонов, биогенных аминов. Алкогольный гепатит выявляет, для того, чтобы поставить, вы должны выявить алкогольный анамнез, и в некоторых случаях можно найти алкогольные стигмы, например, контрактура дипетрена, гипертрофия околожных желез, признаки алкогольного поражения у других органов, например, алкогольная деменция. Часто наблюдается показатель желтуха, лихорадка, ликоцитоз с ядерным сдвигом влево. Очень показательным является высокий уровень гамма-глутамил-транспептидазы, углевод дефицитного трансферина, преобладает повышение АСТ над АЛТ, и в ряде случаев возникает, конечно, необходимость биопсии печени, если вы хотите дифференцировать от других гепатитов. В общем, все гепатиты проявляются данными ниже следующими синдромами. В первую очередь это астеновегетативный синдром, диспептический синдром, болевой синдром, гепатомигалия, холестатический, геморрагический синдром, кожные симптомы, суставной синдром, лихорадочный, синдром эндокринных расстройств, а также синдром печеночной клеточной недостаточности. При всех этих гепатитах могут быть различные степени выраженности симптомы гепатита, боль, чувство тяжести в правом подреберье, желтуха, кожный зуд и расчесы на теле при развитии холестаза, то есть синдром холемии развивается. При обострении появляется субфибрильная температура, если нарушается переваривание, то есть развивается бильярдная недостаточность или развивается цирроз печени, то гепатоцеллюлярная недостаточность приводит к снижению массы тела. Пальпаторно-перкультурно выявляется увеличение печени, поверхность печени гладкая, край острый, тонкий, умеренно повышенной плотности. При активном процессе выявляется умеренная спленомегалия. Могут быть малые печеночные знаки, как телеангиоктазия, чаще всего телеангиоктазия локализуется на шее, лице, верхней половине туловища, печеночные ладони или пальмарная эритема. Телеангиоктазия, пальмарная эритема, гинекомастия, они связаны с нарушением гормоноразрушающей функции печени, длительная циркуляция эстрогенов и андрогенов может привести к таким последствиям. Ксантомы, бугристые уплотнения в области суставов и ахиловых сухожилий, ксантелазмы, различные локализации ксантома, ксантелазмы говорят о нарушении жирового обмена, а также петехи и химозы на коже, могут быть кровоточивости слизиста рта и носа, которые говорят об нарушении всасывания витамина К и плюс еще говорят об нарушении выработки свертывающих факторов печени. Лабораторно мы на первый план, конечно, должны протестировать на АЛТ, АСТ, щелочную фосфатазу, гамма-глутамилотранспептидазу, нарушение пигментного обмена, это увеличение количества билирубина крови, также выявляется, можно проверить соя, где мы можем найти лейкоцитоз, в некоторых случаях лейкопению, белковую синтетическую функцию печени проверяется по диспротеинами, например, нарушение соотношения альбамина-глобулина и гипоальбуминомию, также проверяется по наличию цирреактивного белка, активность процесса, воспалительного процесса, изменение белково-осаточных проб, таких как тимоловая, сулемовая, моча становится темной, если мы говорим об билирубине за счет увеличения, о нарушении пигментного обмена и за счет увеличения количества урубили на генов моче, кал обесвечивается, например, уменьшение стеркобилина, биопсия печени проводится редко, по показаниям, также проводится гистологическое и мнохимическое исследование биопсийного материала. Кроме того, к таким проявлениям гепатитов мы также можем отнести аутоиммунный гепатит, немного аутоиммунные последующие гепатиты, которые мы будем разбирать, по клиническому течению, они отличаются от того же самого алкогольного гепатита, вирусных гепатитов, и потому я тут отдельно отделила после клинических характеристик всех гепатитов, диагностическими критериями аутоиммунного гепатита, конечно, является женский пол, в первую очередь это репродуктивного возраста, характеризуется аутоиммунный гепатит высокими лабораторными показателями, такими как гиперпротеинемия, гипергамма-глобулиномия за счет аутоантител, повышение аминотрансфераз 5-10 и более, повышение билирубина, иммуноглобулина G, резкое увлечение соя, также характерно проведение иммунологической панели печени, которая продиагностирует наличие антинуклеарных, антигладкомышечных антител или антител к печеночно-почным микросомам, характеризуется наличием системных проявлений и аутоиммунных заболеваний, о которых мы поговорим чуть позже, биопсия печени дает выраженную лимфоцитарно-плазмоцитарную инфильтрацию с распространением процесса на дольки, нарушениями их структуры, некроза гепатоцитов и цирроз в поздней стадии. Характерные для аутоиммунного гепатита системные проявления со стороны кожи, например, рецидивирующая порпура, геморрагическая экзантема, это могут быть узловая эритема, такие изменения, характерные для аутоиммунных заболеваний, такие как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, например, для синдрома или болезни Шегрена и т.п. Со стороны сердца могут быть миокардиты, перикардиты, почек, гламиролонефриты, язвенный колит со стороны ЖКТ, может ассоциироваться с дыхательными нарушениями респираторной системы, плевриты, пневмонитами, глаз, иритоциклиты. Также у некоторых это может сопровождаться эндокринными заболеваниями, гипогипертириозы, кушунгоид, хашимото, тиреидит, например, со стороны, или может сопровождаться гемолитической анемией, неврологическими поражениями, поражениями суставов, или даже гиперэзнофильным синдромом. Другое заболевание, болезнь Вильсона, тоже отличается от стандартных гепатитов, является редким врожденным заболеванием, который передается аутосомно-доминантно, при котором наблюдается накопление меди в печени, крови и базальных ядрах головного мозга. Клинический диагноз болезни становится очевидным при снижении уровня цирулоплазмина, повышении свободной меди, суточной экскреции меди с мочой, МРТ признаком поражения базальных ядер и таламуса головного мозга. Для верификации необходимо генетическое исследование, биопсия печени с окраской на медь, а также мы можем видеть присутствие характерных колец Кайзера и Фишера на роговице. Другое заболевание, наследственный гемохроматоз, тоже имеет место быть, тоже мы должны дифференцировать его, чаще возникает у мужчин 35-40 лет, у которых может выявляться отягощенный семейный анамнез по заболеваниям печени, характерна триада, это цирроз печени, мелано-дерми или бронзовая или серовато-коричневая краска кожи и сахарный диабет. Могут наблюдаться артропатии, гипогонодизм, кардиомиопатия. В биохимическом анализе определяется высокий уровень ферритина и насыщение трансферина железом. Для верификации диагноза необходимо проведение генетического исследования и в ряде случаев выполнение биопсии печени с окраской на железо. Вы посмотрите, пожалуйста, что в первую очередь это, конечно, идут симптомы со стороны печени, также могут быть головокружение, облысение, артропатия, сахарный диабет, конечно, и пигментация кожи, сердечной аритмии, вплоть до застойной сердечной недостаточности и, конечно, проявление цирроза печени. Давайте теперь разберем цирроз печени. Цирроз печени – это финальная стадия всех заболеваний печени. Это диффузный процесс, характеризуется фиброзом и трансформацией нормальной структуры органов в образовании узлов. Прогноз жизни зависит от развития осложнений. Осложнением относятся печеночная энцефалопатия, кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода желудка, асцит, гипотаринальный синдром, гипонатриемия разведения, инфекционные осложнения. В экономически развитых странах цирроз печени входит в число 6 основных причин смерти в возрасте 35-60 лет и составляет от 14 до 30 случаев на 100 тысяч населения. Частыми причинами циррозов являются вирусные гепатиты, алкоголизм, то есть алкогольный гепатит, криптогенный цирроз, аутоиммунный гепатит, неалкогольный стетогепатит, бильярдный или первичный цирроз, а также лекарственный гепатит, висонаконовалово, гемохроматоз, недостаточность антитрепсина, бильярдный или вторичный цирроз, этиология определяется во время развития цирроза печени. Например, алкогольный цирроз печени формируется в течение 10-12 лет целопотребления алкоголем, а вот при вирусных гепатитах через 20-25 лет от момента инфицирования развивается цирроз печени. Наиболее быстро, за несколько месяцев формируется цирроз печени у пациентов с бильярдной обструкцией, опухолевой этиологией и у новорожденных сатразией желчных протоков. В основе формирования цирроза печени, конечно, лежит воспаление. Посмотрите, пожалуйста, все этиологические факторы, они приводят к так называемому воспалению. При воспалении возникает активация тыебы клеток, натуральных келлеров и цитотоксических интерлекинов. Эти интерлекины приводят к активации звездчатых клеток. Вы видите в неизмененной печени звездчатые клетки, где находятся в пространстве ДИСЕ, и в поврежденных клетках активированные звездчатые клетки начинают чрезмерно вырабатывать экстрацеллюлярный матрикс, и чрезмерная выработка компонентов. Это коллагеновые, эластические, волокна, и выброс, и постепенное циррозирование, фиброзирование, циррозирование печени. Выживаемость при циррозе печени в зависимости от этиологии. Посмотрите, пожалуйста, пятилетняя выживаемость при первичном бильярдном циррозе это наиболее грозный гепатит B, тут аутоиммунные гепатиты, и наименее грозные это алкогольные или криптогенные и криптогенные гепатиты. Различают, классифицируют циррозы печени по этиологии, по морфологии, по активности процесса, здесь мы говорим об индексе гистологической активности, который мы с вами рассмотрели, по степени тяжести печеночной недостаточности, по Child Pugh, компенсация, субкомпенсация, декомпенсация и шкала фиброза. В шкала фиброза метавир мы тоже с вами говорили. Посмотрите, что в 10-м пересмотре регламентируют следующие клинические формы, они классифицируются по К70.3, это алкогольный цирроз в печени, токсическое поражение печени с фиброзом-циррозом, хроническая печеночная недостаточность, фиброзный цирроз в печени, вторичный и первичный билярный цирроз, билярный цирроз неуточненный и портальная гипертензия. По морфологии различают мелкоузловой цирроз, крупноузловой и смешанный, мелкоузловой наибольшие одинаковые узлы паранхемы диаметром 3-5 мм, окруженные неширокими прослойками соединительной ткани. Эти узлы обычно занимают одну дольку, характерен для алкогольного цирроза, билярной обструкции, гемохроматоза. Крупноузловой узлы регенератомет разную величину, до 2-3 см могут состоять из нескольких долек печени. Фиброзные прослойки широкие, включая триады портальных трактов, сосуды, желчные ходы, лимфоцитарные инфильтраты, чаще характерен для вирусного гепатита. И смешанный цирроз, это крупное мелкоузловое. В стадии компенсации по ЧАЛД ПЮ различают А, Б, С или Э, Б, С, в зависимости от баллов, это протрамбиновое время, билирубин, альбумин, асцит и энцефалопатия. Если А мы ставим до 6 баллов, Б это 7-9 баллов субкомпенсированной и ЦД компенсированной более 10 баллов. При сумме баллов менее 5, средняя продолжительность жизни пациентов составляет 6,4 года, если более 12, это продолжительность жизни, чаще всего это не более 2 месяцев. Различают полуколичественные методы оценки фиброза, это, конечно, шкала по метавир, от фиброза отсутствует F0 до циррозирования F4, вы помните. С 2002 года из-за выявленных недостатков классификации ЧАЛД ПЮ, это какие недостатки, эмпирический выбор показателей, субъективизм в оценке, не учитываются функции почек, уровень билирубина, значительно превышающий показатели в таблице, была предложена новая шкала, шкала MELT, для оценки прогноза больных с циррозом печени, постановки и в лист ожидания трансплантации печени. А вот шкала MELT базируется на трех показателях, кретинин, общий билирубин и МНО. Его можно провести по онлайн-калькулятору, и очень много есть калькуляторов, которые вы можете загрузить в ваш мобильный телефон и также рассчитывать у больных. Шкала от 6 до 40 баллов отражает статус больного, 8 амбулаторное лечение, менее 20 частой госпитализации, 24-29 постоянной госпитализации и 30 боли требуют трансплантации печени и в отделе реанимационно-интенсивной терапии. Все циррозы характеризуются такими синдромами, как портальная гипертензия. Портальную гипертензию мы определяем, когда давление более 7 мм тутного столба венопорта, клинически проявляется при повышении давления более 12. Немного хотелось бы остановиться на анатомии. Вы должны вспомнить, что венопорта собирает кровь из всех непарных органов брюшной полости, и в венопорта впадает левая желудочная вена, селезеночная вена, верхняя брыжеечная, нижняя брыжеечная вена, ну и также имеется пупочная вена, которая у нас облитерируется при рождении. При портальной гипертензии раскрываются анастомозы, так как кровь не может пройти через печень, значит он начинает искать выходы, окольные пути. Вот эти окольные пути или анастомозы находятся в области кардиального отдела желудка и абдоминального отдела пищевода, анастомозы между верхними, средними, нижними, премиокишечными венами и околопопочные анастомозы, которые сбрасывают кровь из воротной вены через пупочную и далее вены передней и передней брюшной стенки в систему верхней и нижней полой вены. Клинические портальные гипертензии характеризуются диспептическими явлениями, то есть в связи с гастро- и энтеропотеями, спленом и галией, гиперспленизмом в некоторых случаях, расширением вен передней боковой стенки живота, проявлением симптома головы медузы, асцитом и кровотечением, как осложнением из варикозно расширенных вен желудка, также могут быть кровотечениями из геморроидальных сплетений. Асцит накопления свободной жидкости может быть два вида, неосложненный и осложненный. Неосложненный асцит, который не инфицирован, не сопровождается развитием гипотаринального синдрома. Осложненный асцит, диуретикорезистентный асцит, спонтанный бактериальный перитонит, гипонатремия разведения и гипотаринальный синдром. То есть это осложненный асцит может давать такие показатели, которые резистентны к длительной диуретикотерапии. Также цирроз печени проявляется синдромом печеночно-клеточной недостаточности. Для этого вы должны понять, какие же функции печень выполняет и нарушение этих функций сопровождает синдром печеночно-клеточной недостаточности. Вы помните, что печень участвует в белковом обмене, то есть образование альбюминов, глобулинов, фибриногена происходит в печени. Также образование белков для всего нашего организма, поэтому снижение синтеза, синтетическая функция приводит к снижению белков всего организма, в том числе и плазменных белков. Печень участвует в жировом обмене, в углеводном обмене, в разрушении гормонов, это стероидные, половые гормоны, участвует в минеральном обмене. В печени находится депо витаминов, например, витамина группы В12 хватает на 3 года. Печень участвует в обеззараживании токсических веществ. Также печень выполняет фагоцитарную защиту за счет клеток куфера. В печени образуется желчь. Желчь, мы знаем, обладает, в первую очередь, он приводит к эмульгации жиров и также обладает бактерицидным свойством. Уменьшение количества желчи приводит к чрезмерной активации бактерий в кишечнике. В печени синтезируются свертывающие, компоненты свертывающие, противосвертывающие системы. Основными индикаторами печеночно-клеточной недостаточности при циррозе печени является нарушение белкового обмена, углеводного, липидного, пигментного и обеззараживающих функций печени. Белково-образующая функция печени проявляется гипопротеинемия, гипоанкотическими отеками и геморрагическим синдромом. Нарушение углеводной функции печени приводит к уменьшению синтеза гликогена, нарушению расщепления, образовании глюкозы, что обуславливает развитие гипотогенной гипогликемии. Такие больные не могут долго находиться без еды, так как у них запасы гликогены истощены. Нарушение липидной функции печени проявляется в изменении синтеза и распада жирных кислот, нейтральных жиров, фосфолипидов, холестерина и его эфиров. В результате увеличивается поступление в печени эндогенного жира и нарушается образование белково-липидных комплексов, что приводит к жировой инфильтрации печени и затем, конечно, к дистрофии печени. Характеризуется гиперхолестериномией и ксантомами, ксантелазмами. Пигментная функция печени – это, конечно, парихематозная желтуха. Обеззараживающая функция печени проявляется печеночная энцефалопатия вплоть до печеночной комы. Посмотрите, пожалуйста, что если кровь не может пройти через печень, плюс еще прошедшая печень кровь не может полностью обеззараживаться, то мы получаем с вами печеночную энцефалопатию. Различают две теории возникновения печеночной энцефалопатии. Развитие по токсической теории. Согласно токсической теории, токсические вещества, такие как аммиак, фенол, фенилоланин, тирозин, проникают через гематоэнцефалический парьер и приводят к поражению головного мозга. По теории нарушения гамм, гамма-аминомасляной кислоты, мы знаем, что гамм обладает нейроингибирующим действием, а вот эти нейротоксины усиливают экспрессию рецепторов астроцитов, что приводит к перекрестному связыванию нейротрансмиттеров с рецепторами гамм, и что приводит к нарушению работы гамм, к нарушению тормозящей функции. Вследствие этого мы получаем такие клинические проявления, например, как астериксис или астерикс, который проверяется доктором. Для этого нужно привести к тоническому разгибанию кисти, в ответ на который мы получим быстрое сгибательное и разгибательное движение в пясно-фаланговых лучезапясных суставах, часто сопровождается латеральными движениями пальцев, также пациент не может держать кулаки плотно сжатыми, они непроизвольно сжимаются и разжимаются. Стадии печеночной энцефалопатии различают 4 стадии печеночной энцефалопатии в зависимости от психического статуса и двигательных нарушений. Если в первую стадию, в начальную стадию, наблюдается легкое изменение личности, нарушается сон, что значит нарушается сон? Нарушается ритм сна, человек ночью не может заснуть, ночью бессонница, а днем сонливость, снижается внимание, неспособность сосредоточиться, это может еще характеризоваться двигательными нарушениями в виде легкой атаксии и хлопающего тремора, астериксиса или апроксии. Вторая стадия характеризуется сонливостью, дезориентацией, неадекватным поведением. Третья стадия – сопр, нечеткая речь, выраженная дезориентация, иногда это может сопровождаться делирием или галлюцинациями. И четвертая стадия – кома. Диагностика цирроза печени. В циррозе печени в первую очередь это состояние основных функций печени, проверяется путем диагностики синдрома цитолиза и холестаза. Цитолиз – это активность ферментов АЛТА-СТ, лаптадикдрогеназа, холестаз – это в первую очередь щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтранспептидаза. Также проверяются показатели показатели пигментного обмена, билирубин. Мы должны выявить также геморрагический синдром, для этого нужно проверить кауглограммы. Белково-синтетическая функция проверяется посредством анализов общего белка и белковых фракций. Оценивается портальная гипертензия – это ЭГДС, реактороманоскопия, УЗДГ. Выявляется синдром гиперсплинизма. Для этого нужно посмотреть, может быть, спленомегалия, может быть, гиперсплинизм, то есть увеличение функции селезенки. То при гиперсплинизме на первый план выступает панцитопения, снижение тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов. Также нужно проделать УЗИ селезенки. Наличие асцита выявляется путем осмотра ультразвукового исследования. Также исследование асцитической жидкости, цитологическо-биохимическо-микробиологический анализ асцитической жидкости, печеночный энцефалотип патия выявляется путем электроэнцефалографии, конечно, осмотра электроэнцефалографии, психиометрические тесты, например, тест связи числил, осмотр психиатра и невролога. Золотым стандартом является биопсия печени, но ошибка попадания иглы при пункционной биопсии, это, конечно же, есть и неинвазивные, поэтому часто из меня применяются неинвазивные методы УЗИ печени, доплер сосудов печени, селезенки, фибросканирование и биохимические маркеры фиброгенеза. К неинвазивным методам диагностики фиброза относятся эластометрия и фиброз тесты, непрямая ультразвуковая эластометрия печени. Этот метод основан на оценке эластичности, плотности органа по скорости пропускания ультразвуковой волны через печень, по нему вы можете взять результаты от F0 до F4. Также применяются фибротесты. Преимущество этих фибротестов перед биопсией – малоинвазивный метод, только забор крови, полученные фрагменты осуществляются локально, более высокая точность фибротеста, обнаруживаются самые незначительные функциональные нарушения в печени, и это незаменимый метод при наличии противопоказания к биопсии печени. В фибротесты, например, есть очень много фибротестов, которые основаны на лабораторных данных. Например, здесь альфа-2, макроглобулин, гаптоглобин, а там ГГТП, общий билирубин, АЛТ. Вот различают такие же фибротесты, акти-тесты, ато-тесты, наш тест, например, для алкогольного гепатита, там АШ-тест и очень много таких фибротестов. Пример формулировки диагноза, как мы формируем, это выявляет, ставит основное заболевание и осложнение. Основное – это алкогольный цирроз печени, например, декомпенсированный класс по ChildPure, МЕЛТ, портальная гипертензия, варикозное расширение вен пищевого до второй степени, например, асцит, сплена, мегалея, хроническая печеночная недостаточная желтуха, печеночная энцефалопатия, тип С, третья стадия. И осложнения дают, там, например, кровотечение могут быть из варикозно-расширенных вен, или спонтанный бактериальный перитонит, или острая подгеморрагическая анемия, средне-тяжелая. Цели лечения при циррозе печени – приостановить дальнейшее прогрессирование заболевания, то есть и теологическое лечение, и антифибротическая терапия, уменьшение и устранение клинических проявлений, и повышение качества жизни, то есть поддержка нутриативного статуса. Этеологическое лечение, например, при вирусных гепатитах, конечно, противовирусная терапия. Аутоиммунные гепатиты – это глюкокортикостероиды и цитостатики. Алкогольные – там, конечно, нужно исключить алкоголь, там, первичный и также применяется глюкокортикостероиды. Первичный бильярдный цирроз, то, например, русая дезоксихолевая кислота, холестеринамин. А неалкогольная жировая болезнь печени – это в первую очередь снижение массы тела и применение доказанных препаратов на пиоглитозон, метформина, скажем, лироглутида. Нутритивная поддержка – это воздержание от алкоголя, достаточная белковая диета, ограничение потребления соли, обязательное назначение витаминно-группы В, фолиевой кислоты, механически-химически-щадящая пища, при анорексии, энтеральное, зондовое питание или парентеральное, например, альбумин и белковые препараты. Причинами декомпенсации цирроза печени – это могут быть кровотечения из-за варикозно-расширенных венпищевода или геморроидальные кровотечения или язвенные кровотечения, инфекцию органов грудной полости, мочеводелительного тракта, злоупотребление алкоголем, применение лекарств, например, избыточное применение диуретиков, опиоидов, седативных препаратов и развитие гепатоцеллюлярной карциномы. Портальную гипертензию мы лечим консервативно или хирургически. Целью является снижение давления в системе вена порта и предупреждение кровотечения. Профилактика кровотечения за счет снижения системного артериального давления и сердечного выброса применяются у неселективной бета-адреноблокаторы пропронолол или надолол. Необходимо снизить давление вены порта до 12 мм тутного столба. Уменьшение притококрови путем вазоконстрикции сосудов брюшной полости и внутренних органов применяется соматостатин его аналоги например актриотит вазопрессин его аналоги например телепрессин 1 мг внутривенно струйно затем каждые 4 часа 2 суток при кровотечении. Также неселективные бета-адреноблокаторы и изосорбит-5 мононитрат при непереносимости бета-адреноблокаторов. Эндоскопическое аллигирование варикозно-расширенных вен или иногда применяется склеротерапия. Шунтирующая операция или трансплантация печени и гемостатическая терапия это аминокопромка, векосол, дицинон. Профилактика портальной гастропатии язвенного поражения желудка и двенадцатиперстной кишки для этого применяются ингибиторы протонной помпы например омепрозол или рамепрозол эзомепрозол пантопрозол сначала по 40 мг в сутки и затем поддерживающие дозы в половинчатой дозе. Лечение асцита ограничение соли в пище не более 1 грамма в сутки с учетом содержания соли в инфизионных препаратах ограничить прием жидкости до 1 литра в сутки диуретическая терапия в зависимости от веса уменьшить вес на 3 кг в течение 3 дней например диурез плюс 700 тысячи миллилитров в сутки для этого применяются антагонисты альдостерон и петлевые диуретики применение ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов ангиотензина 2 и лапароцинтез это рефракторный применяется при рефракторном асците асците третьей степени там неясная причина ухудшения то удаляет 400-1000 миллилитров за одну процедуру через катетер с восполнением потерь конечно альбумина спонтанный бактериальный перитонит конечно в основе патогенеза лежит громотрицательные бактерии ЖКТ колонизирует астетическую жидкость попадая гематогенно в другие органы например мочевыводящие пути органы дыхания наиболее часто являются конечно стрептококусы шерихиаколю кластридиум пневмония клинические характеризуются лихорадкой болями в животе рвотой диареей порызом кишечника энцефалопатии лечение конечно это вторхиналоны например норфлоксоцин или цифрофлоксоцин цифалоспорина третьего поколения и ванкомицин профилактически мы можем применять рефоксимином норфлоксоцином или цифрофлоксоцином главные цели лечения печеночной энцефалопатии является устранение провоцирующих факторов снижение поступления аммиака и ЖКТ и решить вопрос о необходимости долговременной поддерживающей терапии лечение печеночной энцефалопатии зависит от стадии в первую и вторую стадию печеночной энцефалопатии это ограничение потребления белка применение лактулозы в дозе 250 мл 3 раза в сутки гипомерц можно гипотопротекторы антибиотики в подобранных дозах применяется амоксицелин ампицелин рефоксимин вторая стадия вторая-четвертая стадия также характеризуется еще большим ограничением белка 10-30 г в сутки глюкоза с 5% аскорбиновой кислотой лактулоза 250 мл 3 раза в сутки и клизма с 300 мл лактулоза гипомерц и антибиотики в подобранных дозах и также при гипотонии конечно применяется мезотон повышаем давление также нужно говорить о том что кроме всех циррозов различают отдельно первичный бильярдный цирроз это хроническое гранулематозное деструктивное воспалительное заболевание междольковых септальных желчных протоков аутоиммунные природы приводящие к развитию длительного холестаза и на поздних стадиях циррозу этиологии неизвестны чаще болеют женщины 40-60 лет в патогенезе ведущее значение играет клеточные реакции по типу трансплантат против хозяина роль трансплантата печень больного омишении иммунной агрессии антигены главного комплимента гистосовместимости желчных протоков клинические характеризуются кожным зутом желтухой на поздних стадиях вокруг глаз на разгибательных поверхностях ксантелазма ксантома гиперпигментация кожи открытых участков тела гепатомигалия болезненно при пальпации сприномигалия синдром печеночной недостаточности характеризует как правило это заболевание также характеризуется недостаточность жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К диагностика 3-4 кратного увеличения щелочной фосфатазы так как синдром холемии развивается умеренное повышение трассами распеченочных АЛТ-СТ на поздних стадиях повышение билирубина наличие М2-антигена повышение антиметахенриальных антител и повышение иммуноглобулина М анаузия определяет эхогенность печени признаки портальной гипертензии применяются также другие методы исследования например ФГДС для выявления варикозно-расширенных вен и биопсия говорит о пролиферации желчных протоков лимфоидные агрегаты и образования гранулем первичные печеночные билиарные цирроз печени лечит первую очередь это лечение лечит холестаз синдром холестаза холестерамин холестерамин приводит к уменьшению зуда и снижению концентрации желчных кислот в крови увеличивает выделение желчных кислот кишечным содержимым предотвращая всасывание смешивая с водой 4 мг во время или после еды суточная доза 12-16 мг также применяется урсодезоксихолевая кислота которая стабилизирует мембраны гепатоцитов и холонгиоцитов уменьшает содержание гидрофобных желчных кислот которые потенциально токсичны 250 мг по 1-2 капсулы 2 раза в день плазмоферез для удаления из крови избытка желчных кислот кооперативному лечению есть показания при циррозе это выраженная портальная гипертензия наличие варикозно расширенных вен пищевода с угрозой кровотечения гиперсплинизм применяется различные витапротоковальных анастомозов у больных с циррозом печени класса С необходимо решать вопрос о трансплантации печени спасибо большое за внимание уважаемые ребята желаю вам здоровую печень